Ренату Ахмадулину 12 лет. Школьник начал увлекаться робототехникой всего несколько месяцев назад, но уже добился хороших результатов. В канатном виде соревнований его робот показал лучшее время. Начал с сентября, готовился упорно, решал задачи, было непросто, но все-таки решился на это. Но я очень переживал на соревнованиях, когда готовился у меня робот летал, я подправлял. К соревнованиям по робототехнике все участники готовились не один день, но несмотря на это все равно очень волновались. Многие школьники уже не представляют свою жизнь без IT-технологий. Сложность заключается в том, чтобы собрать надежную конструкцию. Например, вот это датчики света, по которым роботы едут по линии, и у них должно быть определенное расстояние между ними, чтобы он не сбивался и ровно ехал. На этих соревнованиях было очень трудно составить алгоритм, учесть все моменты, которые требовались для выполнения задачи. Соревнования проходили поэтапно. Участники должны были создать робота и запрограммировать его. Все эти номинации имеют строго определенные технические характеристики. В каждой номинации модель должна соответствовать определенным требованиям, определенным количеством программ, определенное строение модели. Но единственное, что объединяет это, модель должна войти ровно в кубик 250 на 50. Размеры для всех номинаций строго ограничены. Соревнования проходили по пяти направлениям. Среди них сортировщик кубиков, канат, творческая категория. Робототехника очень увлекательная, но очень сложное направление, потому что она требует знаний у детей и по математике, и по физике. Конечно, для развития ребенка дает огромные плюсы. Здесь и развитие навыков программирования, конструирования, мехатроники. Ну, теперь мы уже все понимаем, что будущее за цифровизацией и за робототехникой. Победители в каждой номинации примут участие в следующем этапе российских соревнований «Молодые профессионалы». Он должен пройти в феврале.